Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Благодаря всех молодежи, что кем-то команды «Динамо Шинник» и город Хабаровск. Сегодня наша команда встречается с командой «Динамо Шинник» в городе Бабрульск. Представляем составы команды. Состав команды «Динамо Шинник». Номер второй – Иван Лущин. Номер тридцатый – Евгений Прохоров. Номер тридцать пятый – Антон Масальский. Номер тридцать – Иван Шатилов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Мне нормально все. Иван Максим Мирский. Номер тридцать пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, пять, восемь, девять, тридцать 약간. 31-32, Олимбет, молодежь хоккейной лиги, Хабаровск, Каморский тигр, Динамо, Шинник. Ля-ля-ля, раз, два, три, раз, два, три, четыре, пять. Номер 11, Егор Бориков. Номер 14, Егор Севхо. Номер 15, Леонид Булгаков. Номер 16, Максим Якунин. Номер 17, Александр Уронцев. Номер 18, Константин Волочков. Номер 19, Кирилл Кружков. Номер 21, Александр Ермоленко. Номер 23, Даниил Садишинев. Номер 29, Даниил Кушков. Номер 27, Матвей Шипловский. Номер 47, Иван Юхневич. Номер 81, Матвей Ладучко. Номер 97, Игорь Кузь. Главный дырник команды МММ «Михайлёк». В состав команды Амурские титры. Номер 30, Михаил Никишин. Номер 75, Даниил Брызгалов. Номер 80, Никита Агорохов. Номер 2, Сергей Умников. Номер 7, Шагинур Куслудинов. Номер 8, Максим Буров. Номер 19, Георгий Прой. Номер 41, Даниил Парамонов. Номер 48, Павел Васюкович. Номер 50, Никита Голубцов. Номер 58, Илья Белоуцов. Номер 62, Ирик Кирсов. Номер 63, Егор Мартынов. Номер 65, Владислав Киселёв. Номер 66, Капитан команды Егор Маклазян. Номер 67, Сергей Рыжиков. Номер 73, Егор Карев. Номер 74, Артём Гуменюк. Номер 78, Клементий Рачкаускас. Номер 88, Матвей Кабанов. Номер 94, Данила Куликов. Номер 96, Максим Сапежников. Номер 97, Игнат Коротких. Главный тренер команды Константин Богдановский. Здравствуйте, канал КХЛ. Рада вас приветствовать. Это Олимбер, чемпионат молодежной хоккейной лиги Хабаров, где минус 10 сегодня. Ну, не так, надо сказать, что и холодно. Ну, а если нет ветра, то вообще практически тепло. Ну, и на платную арену мы с вами отправляемся для того, чтобы взглянуть на матч команд серебряного дивизиона. Причем матч, ну, невероятно важный. Потому что Динамо Шинников на втором месте. Ну, и вообще мы понимаем, что в серебряном дивизионе вакантная и самая интересная именно одна позиция. И это позиция под номером один, которая дает прямую возможность выхода в дивизион золотой. И пока на первом месте находится хоккейный клуб «Капитан». 38 матчей, 58 очков. На втором месте как раз идет коллектив из Бобруйска, то есть Динамо Шинник. 41 встреча, 53 набранных очка. Причем Шинник сейчас набрал такую форму, что должно быть просто некоторым, наверное, даже и немножко страшно. У команды победная серия из восьми матчей. Причем, ну, хорошо, четыре последних игры. Это победы над «Тайфуном» и «Сахалинскими Акулами». Хотя это победы, которые случились на Дальнем Востоке. Но до этого, до этого Динамо Шинник дома у себя обыграл «Спартак». Русский Витязевский, а 19-46 и Санкт-Петербургская «Динамо». То есть это победа над командами из золотого дивизиона. И даже над четырьмя из ними. И в том числе над действующим чемпионом. Но вот до этого Шинник, конечно, уступил «Капитану». И вот это, наверное, немножко должно расстраивать команду Андрея Михалева. Потому что, да, турнирная таблица, да, второе место. Да, до «Капитана», казалось бы, пять очков. Но у «Капитана» аж целых три матча в запасе. «Амурские тигры» оказались уже на пятом месте. 35 игр, 36 очков. Причем, посмотрите, отставание от четвертой строчки. Вообще, конечно, вот с первого по четвертое место. С другой стороны, если «Амурские тигры» возьмут свои три игры, вот эти, которые есть в запасе, то будет 42 очка. И тогда, в принципе, «Амурские тигры» вполне себе участвуют все еще в гонке. Только вот за что? За первое место? Ну, не факт. Может быть, за попадание в тройку, то есть попадание в флейн. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Звучит государственный гимн Российской Федерации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Олимпед чемпионат молодежной хоккейной лиги Артем Батрак. Ваш комментатор, судьи Денис Кондратьев и Иван Шмаков, линейный Илья Новгородцев и Егор, точнее, Игорь Егорычев. Капитаны сказали друг другу «Здравствуйте». Вы увидели, что Даниил Липский – капитан «Динамо» Шинника. Ну и, соответственно, Егор Маклазян – капитан «Амурских тигров». И скажу так, что участие Егора Маклазяна в сегодняшнем матче до последнего практики. Субтитры создавал DimaTorzok Игры очень даже неплохо играют. В принципе, в декабре он уже стал исполняющим обязанности. И, ну, вот проиграли с Ка-19-46 «Тигры» и два раза «Капитану». Тоже, вот, конечно, такие поражения от «Капитана» неприятные, но, тем не менее, уж как есть. Зато, с другой стороны, обыграли «Акул», «Атлант», «Тайфун» обыграли. И еще «Санкт-Петербургская Динамо» тоже было обыграно. То есть «Амурские тигры», ну, в принципе, хорошие в последних матчах в том числе. Ну, и с «Динамо» и «Шинником» не так давно «Амурские тигры» встречались в Беларуси. Естественно, в конце ноября это было. Ну, то есть, вот, примерно полтора месяца прошло с тех матч. Тогда «Шинник» выиграл в первом матче 4-0. Потом «Тигры» в ответной встрече победили 3-2. К составам команды не убрызгал от воротов у «Амурских». У «Динамо» «Шинника» Иван Лучик защищает ворота. Он весь выезд в воротах в достижении последнего матча с «Сахалинскими Акулами». То есть, до этого 5 игр подряд защищал ворота. Ну, вот, в одном из матчей он попал просто в заявку, но не выходил. Но мы понимаем, что вот сейчас «Динамо» и «Шинник» самые сложные матчи наступают. Потому что, ну, уже с одной стороны акклиматизировались, но с другой стороны по Дальнему Востоку перемещаться все-таки тяжело. Сочетание. Булгаков, Бориков, Муромцев, Гришков и Глинский. Это первая пятерка гостей. Первая хозяйская. Васютович, Голубцов, Маклазян, Умников и Буров. Это защитники. Шайбу Тигров. Пошел вброс в чужую зону. Подбирает Игорь Ус. Играл на партнера. Ну, и пошел вот такой выход. Он как-то не спеша. Вроде все делали, но пас оказался не точный. Второе сочетание. Ермоленко, Шатила, Якунин. Плюс защитники Сивко и Волочко. У хозяев Белоусов Гуменюк, Карев, Мартынов и Рыжиков. Приходит шайба сюда, к Артему Гуменюку. Кристофик его свалил с ног. Кристофик Ус. Это третья пара. Шедловский, Липский и Ладучко. Третья тройка нападений. Но вообще Андрей Михалев, конечно, может в какой-то степени и схитрил. Но я думаю, что все и так все тут прекрасно понимают и знают. Но вообще, когда тройка Липского заявлена третьей, а тройка Аножка заявлена четвертой, тут можно говорить про то, что Михалев попытался их спрятать. Но я думаю, что это просто какая-то фантазия там, в том числе и моя. Все прекрасно понимают, кто лидеры у Динамо Шинника. Вот в четвертом звене Михалев, Аножка, Сатишвили, Бурак и Юхневич. Но по факту именно эта пятерка является первой. Ну, во всяком случае, по количеству набранных очков и внесенной пользы в результаты команды. Наверное, так вот я скажу. Гнат Коротких. Ну, он тоже в четвертом звене заявлен. Тут как будто договорились, да? Коротких в четвертом сочетании с Кабановым и соперником. Хуснудинов и Рачкаускас – это защитники. Коротких оставляет шайбу в зоне. Атака Амурских Тигров, передача на дальнюю штангу, он не смог бросить соперников. Хороший момент. Третью пятерку Тигров я не представил. Ронь, Куликов, Парамонов, Фирсов и Киселев. Запасной вратарь Никита Горохов. У хозяев Антон Масальский, у гостей. Никишин получил небольшое повреждение. Так бы, я думаю, что играл бы, наверное, все-таки Михаил. Он у Тигров основной голкикер, хотя Брызгалов… Ну, просто в последнее время Никишин очень хорошо играет. Как-то у Никишина чуть получше статистика, чем у Брызгалова. Он чуть больше сыграл, но вот прям именно чуть больше на одну встречу примерно, если брать в минутах. Но вот в последних матчах именно Никишин играл много. А у Брызгалова есть 30 минут за последние игры с Капитаном. Шайба в игре. Нима Машинник идет в атаку Бориков. Ну, он такой достаточно опытный. У него второй сезон в МХЛ. В прошлом сезоне сыграл, ну, чуть меньше половины чемпионата. Но, тем не менее, 20 раз он на площадку выходил. Егор Бориков опасно вылезал. Вообще, большой вопрос. Серьезно, есть ли силы у Динамо Шинника? Остались ли они? Ну, вот атака получается очень даже неплохая. Только бы бросить еще нормально после вот этой передачи Муромцева налево на Булгакова. В Булгаков, я так понимаю, не попал, если там, конечно, защитник не включился в атаку. Ну, прям под разговор о том, что есть ли силы у Динамо Шинника. Динамо Шинник создает очень опасную ситуацию. Отбивает перед собой брызгалов. Дальше выброс через борт. Нет проброса. Ну, вот так, да, там Коротких отправил шайбу по борту. Достаточно сильно. Сатишвили на Аножко. Догнали Аножко. Ну, и вновь брос от Динамо. Заворачивается Рачка, Ускас получает в ответ от Коротких Игнат. Может, и не на него шла передача. Сложно было понять. Ладудька. Подъем шайбы к синей линии. Ну, в сложной ситуации, достаточно сложной ситуации, закинул все-таки ее в глубину. Коротких. На синюю линию. Рачка Ускас за ворота. Соперников. Удержал шайбу. Ну, вот у Амурских пока как будто практически без моментов. Но только вот тот пас на соперников, когда его там связали крепко. А так чуть ли вообще бросков по воротам у Лужчика не было. Шатила. Пришел ему помогать Якунин. Шайба у Амурских тигров. Вывод в среднюю. Очень много игры в средней зоне. Да и, скажем так, много игры в тех местах, где ничего опасного не происходит. Ну, то есть, у Бортиков там в углах. Шайба у Амурских тигров. Передача за спину в центр. Как будто попробовал даже бросить Павел Васютович. А, ну и шайба застряла. Ну, вот такая остановка, которая, конечно, не к месту. Но что поделать, если она оказалась вот там, на ворот. Продолжение следует. Выграно вбрасывание. А так, да, серьезно, без бросков вообще. Ну, вот это уже. Так, ребят, но броска до сих пор нет. Там Георгий Прони решил, что все, надо обыгрывать так, чтобы просто завести ее, видимо, ворота. Куликов. Традиционная атака. Закончилась. Пытается тут вывести Фирсов. Пока безуспешно. Бориков на пятак. Но вот тут уже, наверное, засчитает все-таки, как хотя бы то, что долетело до ворот. То есть пока 2-1. По броскам в створ в пользу Динамо. Снова пришла шайба к брызгалову. Вот именно, что пришла. Длинная передача. Да, серьезно, вообще без моментов. Просто без моментов. Так, рукой можно, да, себе помочь. И поехали в атаку хозяева. Карев. Ну, вот и бросок. Собственно, поворотом Лучечка. Ну, спораб, наверное, да? Хотя бы так. Конечно, потенциальный момент у Георгия Проня, да и вот это, да, 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 вот это, вот это был получше. Ну, в том числе сначала-то атаковал Куликов. Выграно вбрасывание Кабанов. Перевод на защитника. Дальше отправлены шайба за ворота соперников. Ой-ой-ой, не вижу я пока второго главного, но посчитали арбитры, что тут все по правилам было. Хотя, естественно, болельщики и, наверное, в первую очередь скамейка амурских тигров недовольны. А уж представьте себе, если бы Анатолий Степанов был тренером, то мы бы его явно сейчас все дружненько услышали. Так, ну а вот это еще и удаление у амурских тигров. Нет, тут Денис Кондратьев, ребят, с ним не надо шутить, Денис что-то все скажет, расскажет и вообще бесполезно. Да, там Игнат Городких недоволен был тем, как поступили. Ну, он-то ладутька прям совсем клюшкой толкнулся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Очень потише, скажем. Итак, большинство Динамо-шинников. Вбрасывание выиграно. Ладутько сыграл через Волочко. Дальше в центр на ножка. Тигры выкидывают. Практически каждое третье большинство реализует Динамо в центре. Ну, с такими исполнителями лучший бомбардир всей лиги. Вот как раз Сатишвили, он только что с шайбой был. Игрок Динамо-шинника. Ладутько в дальний борт. Но здесь даже Сатишвили. Будет он дважды лучшим бомбардиром. Не успел бы все равно в шайбе. Хотя обновил несколько рекордов. Один повторил. Скоро обновит его. Ну, расскажу при случае. Думаю, что предоставит еще возможность. Только 10 минут сыграли. К тому же, если и дальше моментов будет так же мало, как и сейчас, то даже нужно будет еще думать о чем рассказывать. Липский, капитан Динамо, делает передачу за ворота. Вновь Динамо-шинник встала в чужой зоне. Через центром. Он для одного броска пока еще я не припомнил. Ну вот, первый наносит бросок Егор Бориков. Вообще не проблема для Даниила Брызгалова. Спокойненько все видел. Четко поймал. Соперников вывел из зоны. Так-то один бросок и нельзя, да, конечно, нельзя было входить в зону. Но соперников, ну а что? Там, в принципе, вместе со свистком тут, мне кажется... Осталась шайба в поле. Игорь Ус, ну и появляется уже Игнат Кравки их на льду. Вот сейчас появляется, да, вышел. Амурские тигры играют в полном составе. Выброшено. Так, выброшено-то выброшено. А Караких-то обогнал соперника. Горпус поставил, дождался Голубцова. Вообще не со своими партнерами Игнат сейчас на льду. Но я думаю, что его это волновать не должно. Он вышел со скамейки оштрафованных. Голубцов раз и два, оба раза мимо. Хороший такой по борту вброс на Проне. Даже вроде секундочка была у Георгия. Там посмотреть по сторонам. Обработать. Но рядом лидеры Динамо Шинника. А ножка Сатишвили. Не прошел пас. Пронь. Рукой помог себе. И это вообще пас рукой был. Да, то есть этот гол не будет защитник. Тут вообще без вариантов. Счет прежний по нулям. Там пас рукой от Георгия Проне. Представляете, никто не коснулся. Интерес, Константин Богдановский за Минской Динамо-то играл. В 2005 году. Два сезона. В 2005 году он вообще как-то фантастический сезон выдал. Там, кстати, Белоруссия. 55 игр, 47 очков. На следующий год как-то не пошло. Ну а так молодой тренер у Амурских Тигров. Впервые в качестве главного. Два сезона был помощником. Ну как, два. Полтора. Потому что тот и вот половину этого. А сейчас вторую половину, он главный. Ну реально он в Минске поиграл и в Динамо поиграл. Ну он еще в Гомеле поиграл и в Немане. Но вот именно в Минском Динамо два сезона Богдановский выступал. Он даже был краткий чемпион Белоруссии. Вот так. Братов коротом Луччика. Ну и брат не в его зоне соответственно. Борец хозяева, борец гость. Шайба выскакивает в среднюю. Гришков. Мягкая передача. А вот здесь поборолись гости Муромцев. Хотел так в широкий уехать. Не получилось. Кабанов. Коротких. На партнера. Бросает Кабанов. Это все мимо. Муромцев налево скинул. Сбориков. Последний матч Динамо-Шинника был 8-го числа. То есть два дня. Ну так. Три дня в принципе. Между прошлой игрой и этой. Еще одно нарушение правил у нас. На этот раз удален Максим Глинский. Блокировка. Ну так вот толкнул в бок Нигнат Коротких. Ну так вот толкнул в бок Нигнат Коротких. Ну что, у Динамо в своем большинстве не получилось вообще ничего. Что странно. Учитывая, как Динамо играет в большинстве и как Амурские Тигры играют в меньшинстве. Так, ну вот в большинстве Амурские Тигры сейчас тоже не очень. Подарили шайбу Максиму Якунину. Опа. А вот здесь нужно отдавать. Срочно отдавать ее. Да. И 5 на 3 играть дальше. Шанс для Амурских. Блистательная возможность. Якунин сначала мог забить, а потом зачем-то за чужими воротами. Зачем, я не знаю. Толкнул соперника на борт. Штрафом наказан Максим Якунин. Номер 16. При игре 4 на 5. Ну в принципе то, что Якунин туда даже пошел. Не знаю, вот когда она к нему отскочила, ну забивая, ладно, не забила. Ну окей. А дальше что в меньшинстве вообще идти за чужие ворота. Ну что, смотрим 5 на 3. Кабанов. Перевод направо. Гол 1-0, 1-0. Игнат Коротких открывает счет. В этом матче очень быстро и крайне уверенно Амурские забили. А дальше 5 на 4. А время там немало. Тот случай, знаете, когда, ну просто ничего не выдумывается, а вот просто исполняется. Игнат Коротких, да, у него немного матчей в этом сезоне в молодежной хоккейной лиге, опять же по понятным причинам. Он там много и с первой командой катается, не всегда играет за Амур, но, тем не менее, частенько он находится в расположении. Но коллектива, ну, у него больше очка за игру, поэтому тут, в принципе, все понятно. Но он в КХЛ уже забил одно. Это восьмая в нынешнем сезоне в молодежной хоккейной лиге. В каждом втором матче Игнат забивает. Игнат Коротких, номер 98. В шейбу забросил Игнат Коротких, номер 97. Передача Кабанова. Далее полторы минуты, 5 на 4. Карев, ну, далеко не самый удачный вход в зону. Там, по-моему, еще Сатишвили равновесие потерял в борт, въехал. Не успел Лучик приглушить полет шайбы. Встали Амурский Тигрэм. Карев. Не прошел перевод. 5 на 3 вот все быстро и четко. 5 на 4 вообще никак. Понимаете, 5 на 4 вот Амурский Тигры с таким же успехом играют, как и Динамо Шинник. Коротких. Ну, под конец. 5 на 4. Может, хоть бросят. И Кабанов, да, щелкает в касание. Команда «Динамо Шинник» играет в полном составе. Кабанов. Динамовцы уже в полном составе. Пас на пятак. Ну, а здесь Ермоль. Себе же на ход. Кто-то поехал из Беларуси на смену. А Коротких поехал в атаку. Не дошла, скажем так, до Сапежникова. Зато дошла до Липского. Липский на дальнюю штангу. Хорошо увидел Даниил Партнера. А там включался-то Севко в атаку. Вот Ладудька заблокирована. Вот момент. И тут тащит свою команду Брызгалов. Вот фантастика, как не забил Матвей Шигловский. Куликов. Дальше на Партнера. Неплока скорость у Гуменюка. А так красиво. Гуменюк. Вот это да. Между прочим, кто в Беларуси? Так-то. Гуменюк. Он из города Солигорск. Два голоруса в составе амурских тигров. Но вот Гуменюк сейчас крышечек красиво действовал. Так, с неудобной бросил. Да, не попал, но все же. Последний минут пошла первого периода. Так, раз-два. Оба раза шайба попадает в Глинского. Ну вот тут молодец. Немножко хотя бы исправился за удаление свое. Там, конечно, Якунин потом втроем оставил. Но сам факт. После удаления Глинского и Якунина Мурский тигерцы забили. Бросок с острого угла. Не точно. Секунд 10 до окончания. Попробовал Нерослав Михалев. Вот вообще незаметно первая тройка нападения у Динамо. То есть, если Липский с партнерами там ну как-то что-то, то Таношки, Сатишвили и Михалев просто растворились. Просто растворились ребята. И не знаю, может, вот она усталость накрыла Динамо Шинник. Но я видел Динамо Шинник в матчах с Тайфуном. Вот Соколинский не смотрел, а там один матч даже коментил. Но я хочу сказать, что Динамовцы были побыстрее с Тайфуном уж точно. Хотя, кстати, один матч, который Динамовцы выиграли в булитной серии. 2-1 у Тайфуна. Вот там как раз единственную шайбу с игры. Динамовцы забили в формате 5 на 3. Михалев это сделал. Быть в центре событий и видеть больше моментов борьбы, эмоций. Возможность всегда быть в первом ряду. Смотрите, мальчик, это он там, где удобно. Ну а мы, что мы? Мы ждем Артема Колесника. Он кор. Хабаровский. Знаток. Молодежно, какие линии в том числе. Вот. С ним. Кто-то и будет разговаривать. Либо свои, ну то есть там урские игры, да, либо гость Динамовцы. Ну как часто бывает в молодежи в хоккейной лиге, вот ребята сидят на скамейке и, опять же, как это часто оказывается, сидит именно тот, кто должен прийти на интервью. Поэтому интервью иногда бывает, ждешь полторы минуты, две минуты, но пока ждем минуту. А потом, ну вот, дождались. Ваня, пятый матч уже на Дальнем Востоке. Как вообще выезд получается? Насколько хорошо себя команда чувствует? Ну, уже привыкли к времени, потому что была разница большая. Поэтому сейчас акклиматизации уже такой нет. Мы выходим готовы. И выезд пока проходит хорошо. Осталось выиграть две игры и с хорошим настроением поехать домой. Опять же, матчи с Амурскими Тиграми дома получились достаточно тяжелыми. Как просил тренинский штаб сыграть здесь, в Хабаровске? Ну, они сказали, что сейчас в таблице плотность идет. Надо побеждать этих два матча. И спросили пожечь, и быть уверенными, и не уступать ни в чем. В первом периоде, наверное, ключевым стала игра спецбригад? Возможно. Просто ненужное удаление получили. Из-за этого прописали гол. Но сейчас тренерский штаб, я думаю, нам подскажет. И больше не будем стараться удаляться. Ребята, отмечаю, что у тебя самый высокий процент выгодных бросований в команде. В чем секрет? Я не знаю. Просто научился как-то. И сейчас получается. Хорошего второго периода. Слово Артема Батраку. Спасибо огромное. Ну, вот так просто в дело научился выигрывать в бросовании. Всем бы так. Всем бы так. Статистика бросков с творога говорит нам о том, что этих бросков было немного. 13 на двоих. Ну, то есть мало. Ну, это просто их мало. Помните, там за первые 10 минут, раза 3 она долетела там и то еле-еле. Ну, потом под конец. Ну, за счет удалений, конечно, да. За счет удалений в первую очередь как раз на 10-й минуте скоростных удалился. Правда, динамцы в большинстве, ну, тоже, ну, как и Амурский Тигр, но в формате 5 на 4. Вот момент хороший, но здесь не смог Максим Глинский брось. Там партнер, скорее, в воротах оказался, нежели шайба, наименно Александр Муромцев. Вот первая опасная ситуация у Амурских Тигров. Когда сначала атаковал Куликов, потом Пронь пытался добить. Но вот у Прони момент, пожалуй, попасть. Не даже был единственный бросок в большинстве в формате 5 на 4 от Егора Борикова. Динамо Шинникова только что мы с вами увидели. Ну, а за 4 с половиной пошли удаления у гостей. Ну, причем у нас тут так вот. Да, вот эти силовые, они в перемешку оказались в этом видеоряде. Ну, а это гол Матвей Кабанов получил от Коротких. Потом Кабанов вернул Игнату назад. И Игнат челкнул под перекладину. И шайба над плечом луччика. Влетел восьмой гол Игната в нынешнем сезоне в МХЛ. Игната в нынешнем сезоне в МХЛ. Игната в нынешнем сезоне в МХЛ. Денис Круглов свою команду спасает в очередной раз. Бросок, еще один добивание. Что творит Денис Круглов? Вот это да, просто фантастик. Если кому-то мало, то сын и все другого походят матча. Ну, пожалуйста, кандидат на целый матч. Это понятно, неделя от 3 месяца. Это просто фантастик. Прямо в формате, ну, уже 5 на 4. Так на формате 3. Так что у них на талфу кисты больше. Но он вышел. Толинин со скамейки стропляков. И забросил шикарную шайбу. Просто блестяще. Толинин это сделал. Но этот гол застроен войти в лучшие хит-парады. По итогам недели. А может быть и игровой ламп. Толинин это сделал. Толинин это сделал. Толинин Гуцманович Гуцманова. Брейли Гуцманова я не закончил. Сыновый главный тренер Академии Вильверова. Брейли Гуцманович Гуцманович Гуцманова. Катерина Ачарон весьма. И простой такой кир. Это Сергей Рыженко. Жестко встретил своего соперника. И игра продолжается. Вот тот замечательный тренер Академии Вильверович Гуцманович Гуцманович. На территории тигров. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Добро пожаловать. Субтитры сделал DimaTorzok. Добро пожаловать. 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 Играет музыка. На машинник пытается вот так вот через левый от себя борт выйти. Прижался к борту Илья Белоусов. Помогает ему Артем Гуменюк. У Гуменюка, напомню, в первом периоде очень хороший. Ну, он не голевой момент был, но просто сам по себе красивый. Обыгрыш такой. Даже не то, что обыгрыш, а вообще пароход с обыгрышем. Причем я уже помню, что у Гуменюка в начале чемпионата тоже была невероятно красивая шайба, которая там и в топ попала. А вообще у него 9 плюс 3. Сейчас напомню, что он беларусь. Беларусь. Ну, наверняка для него, как вообще для Васютовича, этот матч, наверное, является в какой-то степени таким принципиальным. Липский направо и бросок низом отбивает Брызгалов. Дальше Амурские тигры выводят. И поехал Коротких, но поехал из ворота Лущик, который сыграл назад. Да, наверное, не обязательно ему было выходить. Момент у тигров Лущик успевает спасти. Как красавец вернулся, но дальше все же тигры забивают. И, наверное, вот теперь можно сказать, что вот изначально тот выход Лущика был, наверное, не к месту. Да, он, конечно, успел вернуться и справился потом с броском Сапежникова. Но далее с пятака все-таки протыкают Игнат Коротких. Ну, и там еще и Кабанов вообще рядом с ним был. Ну, Игнат Коротких бежал, в принципе, отменять проброс вот здесь. Ну, и дальше, смотрите, вот для начала Сапежников. Он не забивает. Ну, да, забил Кабанов, а не Коротких. У Игната передача. Поэтому сразу сказал, что там еще и Матвей Кабанов был. Номер 88. Игнат Коротких бежал, и 36-е получается набранное очко, потому что он уже 2 набрал сегодня. Ну, что, амурские тигры пока уверенно. То есть, не то чтобы прям тигры лучше намного играют, но тигры играют просто вот, ну, на мой взгляд, на равных, но при этом свои моментики используют. Там раз 5 на 3 получили, возможность забили. Здесь 5 на 5, но там вот, я говорю, лучик вышел из ворот, и потом какая-то вот такая суета. А у ребят из Бабурыска-то и моментов нет. Брызгалов клюшкой сыграл. Маклазян. Вот передача на кого? На Маклазяна или на Парамонова? Да непонятно. На самом деле, и для одного, и для второго не идеальная передача. Резкий его разворот от Константина Волочко. А ножка. Тут и Волочко тоже вместе с партнерами. Но он все в другой паре. По идее, не с ними должен выходить, но это по идее. Вот так, вроде оказывается, вместе с Аножко. С тройкой Аножко. Ну, тоже, в общем, я к тому, что вот пока-пока лидеры Динамо, Шинника, да, в принципе, все, наверное, остальные. Не доигрывают сегодня. Я и активности Борького, и Ладуська не вижу. Ну, вот Липский какие-то пару таких полумоментов начинал создавать, но там тоже в продолжении не от него все зависело. Вот Липский. Вошел, обыграл. Ну, а дальше опять всех же не объедешь, поэтому приходится с кем-то шайбой делиться. А вот у остальных пока не так хорошо получается, как у него. Сыграл на Шедловского, тот не принял, но Шедловский оставил шайбу в зоне. Ладуська тоже постарался. И, пожалуйста, щелчок. Так, а не накрыта шайба. Ну, вот хороший момент, но опять же, это тройка Липского. И в ответ поехали Амурские в атаку. Три в три с удалением. С удалением у Амурских тигров, представляете? С удалением у Амурских тигров, потому что свисток-то был, когда... Шайба была у хозяев. Сергей Рыжиков, блокировка. За блокировку малым штрафом на карсен Сергей Рыжиков. Номер 67-й команда Амурских тигров. Ну, это еще момент нужно поискать. Ну, соперника избавил от клюшки. Вот и посчитал Иван Шматов, что это удаление. Вроде вот показали блокировку. Ну, в общем, все равно над Геной играл Рыжиков. Сатишвили, Ладутька. А нож не прошел пас. Нож подобрал, Ладутька помог. Михалев, Сатишвили. Ну, и, естественно, Волочко на синий. Пас на Михалева. Дважды мимо крюка Мирослава шайба пролетает. Другая пятерка вышла на реализацию. Булгаков. Липский в центр. Глинский. Снова Липский. Ну, на Булгакова. И вот бросок в ближний угол от Леонида. Липский, точнее, Глинский закрыл. Вот Липский сейчас был с шайбой, а здесь выпустил Бориков ее. Бориков. Вот хорош. Вот проход. И почти завернул. Вот помните, я говорю, что Бориков не заметен. Молодудька незаметен. Вот Бориков вот так вот с Тайфуном катался все два матча. Просто не переставая. Обыграл всех, объезжал. Да, там, конечно, не забил вот в той игре, когда один гол всего. Но вот такие моменты в его исполнении были постоянными. Сегодня первый раз. И только в середине игры. С острова угла не забил Игорь Ус. Ну, там и шансов от Крым, говоря, был немного. А вот здесь уже побольше. Еще и добивание Ермоленко не забил. В чем даже, он, может быть, и три раза бросил. Ну, два раза точно бросил нормально. Извинился потом перед Брызгаловым. Ну, вот это прям молодец. Черт. Все. Там поборолись. Да, задел, наверное, где-то. Да, клюшкой. Может быть, даже больно сделал. Но потом сказал, извините. А так раз, два и... Ну, три. Чуть по всему не было. Еще раз повтор. Момент. Вообще, удивительно, как вот и Минская Динамо, и Динамо Шинек классно проехала по Дальнему Востоку. У Минского Динамо пять из шести набранных. Обыграли здесь Амур, обыграли там Адмирал. Ну, уступили Сибири, но в овертайме. Но в теории и там динамовцы могли выиграть. Ну, и вот команда молодежной хоккейной лиги. Тоже, скажем так, несет пока, хотел сказать, тайфунам по Дальнему Востоку. Но, наверное, давайте скажем, ураганам. Ну, вот на Амурских Тиграх пока могут подкнуться. Низ Кондратьев подъехал Андрею Михайлеву. Там, видимо, как будто второго вратаря сейчас нужно выпустить на время. А, нет, не второго вратаря. Клюшку. Ну, я в перерыве узнаю, что случилось, поверьте мне. Я обязательно вам расскажу. Там нет ни у кого узнать. Ну, а Динамо Шинник в атаке. С разворота попытка от Якунина, ну, наверное, пострелить. Уз закрыл зону. Уз, движение, движение. И направо. А вот там никого. А вот там никого. Один из партнеров был на дальней штанге. А три других на синей линии. Через длинный пас выход из зоны соперника. В коротких. Не, не обыграл. Так, ну и новой клюшкой уже сыграл Иван Лущик. Той прием от коротких. Встречен он был положительный, естественно. Собственно, скамейка и ножка не обыграл. Смена от Динамо Шинника. Ну, да, там могло показаться, что больше народу было на льду, чем... Опа! Больше народу было, чем нужно. Но посчитали, что все по правилам. Удаление у Динамо Шинника. Кондратьев Шмаков. Поехали туда. Идет видеопросмотр игрового момента. Кондратьев Шмаков. Денис Кондратьев говорит 4 минуты. За опасную игру высоко поднятой клюшкой двойным малым штрафом нагазан Мирослав Михайлов. Ну, я сказал, что Михайлов попал. Но это 10-ая команда Динамо Шинник. Он так. Он так. Он так. Продолжение следует... 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 Подобрал Кабанов. Буров. Кабанов. И короткий гол. Но это вот прям повторение того, что мы видели уже сегодня в первом периоде. 3-0 Амурские тигры. Снова с передачи Кабанова. Снова Динамо наказано за два удаления. У коротких и Кабанова по 3 очка сегодня. У одного 1 плюс 2, у другого 2 плюс 1. Ну а это гол повторением. Еще раз. Солидное преимущество уже намечается у Амурских. Точнее не намечается, а наметилось у Амурских. Ну что, на этот раз не тот игрок вышел или что? Амурские тигры. Субтитры создавал DimaTorzok Буров первый в этом матче. Кто кроме Игната Коротких и Матвей Кабанова набирает очки. Хотя вообще так казалось, что вроде в голе под номером 2 там можно еще не только Игнату записать передачу. Но это ладно, не мое дело. Большинство продолжается. Еще минута. Бросок низом. Ловит на себя Волочко. Волочко поймал. Да, вот добрался до скамейки Константин. Да, больно. Но его и команда 0-3 проигрывает. 0-4 прям совсем не хотелось бы. Просто потому, как сегодня играет Динамо Шинник. А Динамо Шинник явно устало. Прям явно устало. Маклазян. Бросок. Рикошет. Ну и выброс. Вообще, конечно, такое вот название Динамо Шинник я ничего против не имею. Но так вот, когда говоришь Динамо, то, говоришь, оно. Если, говорит, Шинник, то вроде как он. Если ты так задумываешься все время. Перехват. Глинский налево. Ермоленко. Динамо Шинник в полном составе. Вторая коммерческая. Во втором периоде. Динамо Шинник в полном составе. Работа на скамейках. Ну да, конечно. Нужно как-то что-то вот предпринимать. Динамовцам. Просто Латнеман проигрывать 0-3 при... Ну, при... Там, при моментах. Но моментов Динамо нет. Там что-то было в начале второго периода. Когда, помните, Ермоленко 2-3 раз добивал Бориков. Ну и вот проход Борикова. Не этот, который закончился силовым, а предыдущий. Идут хозяева в атаку. Передача на дальнюю штангу. Пас не прошел от Куликова. Дальше еще ревновесие потерял Данила. А вот здесь перехват Евгения... Уз вбрасывает. Вышел Брызгалов. Ну, а так через борт Буров там в направлении Высотовича. Высотович налево. Высотович играл за сборную Белоруссии. Вот в высшей лиге белорусской. Он даже этот сезон там начинал. Вот у него в МХЛТ это вообще один из первых матч 3-й. Я так понимаю, что-то обоюдное удаление, да. Ну, то есть Михалев толкнул соперника Клюшкой. А Сергей Умников после этого ударил Михалева Клюшкой. Умников номер 2-й команда «Амурские тигры». Пас на дальнюю формат 4 на 4. Хороший вход получился у «Динамо», но пас налево от Глинского не прошел. И тут два игрока «Динамо» зависли за чужими воротами. «Амурские» поедут в контратаку. Контратака 4 в 2. Бросок в ближний. Ну, не сбивает Артем Гуменюк. «Динамо» Блинский. «Динамо» «Динамо» Блинный пас. сбили с ног Игнат Коротких Игнат выиграл шайбу пас назад только сами видите какой получился 5 минут до конца второго периода Коротких низом не дошла Сатишвили Бориков Сатишвили не успел не успел там закрыть зону волочком крестное движение Бориков ножка снова Бориков встретили тринпадающих кстати на льду а ножка Бориков и Сатишвили с единственным защитником у Динамовцев и вот возможно поэтому у Амурских Тигров момент возникает больше всех очков набрал Волочко ну понимаешь что он так бы больше набрал всех ковгорения но у Волочко на один с матчей больше и вот шанс но вот вроде Михалев нормальную передачу сделал Муромцев я так и не понял он хотел принять и у него не получилось шайба проскочила под крюком или он хотел подставить клюшку и в принципе у него тоже не получилось вот сложно в общем это не получилось это вот вот бросок низов и но это все пока вдоль ворота вот это уже прям туда куда надо лакуть к 31 причем там паузу такую ермоленко выдержал я уж думал что на этом все важнейший момент забивает динамо шинек почему важнейший да потому что если бы до перерыва дотерпели амурский то дальше уже было бы как-то ну дайте это всегда попроще просто попроще а тут в конце периода все же свое динамовцы забили и вот она пауза только знаете от не от ермоленко это шедловский это шедловский 27 номер я но все момент исчерпан но нет он все-таки на ладусь кто сыграл этот пустые 31 8 гол для молодочка в нынешнем сезоне он вообще хорош 36 матчей 23 очка уже у 17-летнего нападающего причем он очков много набирает в последние вы ну там в начале тоже было что-то но потихонечку вот адаптировался к молодежной хоккейной лиги стал набирать побольше у него почти столько сколько у липского здесь выручил брызгалов михалёв снова улетела шайба за пределы площадки михалёв за ворота а ножка все очень контролирует там кстати сивко поучаствовал вот в голе ладудь к игнат коротких передачи делала получилось так что к нему шайб пришла вновь на дальнюю свалил соперникова михалёв ус такой рикошет это был очень опасным в ногу сатишвили шайба прилетела михалёв так михалёв высоте швили не забил долго долго готовился данил к побитию рекорда горбунова в молодежной хоккейной лиги по голам его успели накрыть сатишвили побил рекорд по очкам побил рекорд по передачам сравнялся с горбуновым по голам 20 в мхл следующий гол но когда-то же он случится это будет обновление рекорда мог случиться сейчас не забил даниил сергей умников две минуты за задержку ворикова свалил вообще совершенно не ясно и каким будет результат и каким будет период третий но если я сказал что голодудь к был важным моментом матча то сейчас пожалуй еще важнее 3 1 ну еще полегче 32 ребят ну дальше уже все там перерыв там уже эмоции и так далее ну шанс есть я напоминаю что вообще большинство у динамо шинька второе в лиге почти каждый третий раз это гол но сегодня уже вот эта норма не выполнена это уже не третье тоже там четвертая попытка передача на дальнюю липский но вот как он не забил как он не бросил не ясно да это четвертая попытка в большинстве для шинька плохой вход зону снова лучика выходить из ворот а вот тут лучик нормально начала так вот так сатишвили подобрал ладуть к подобрал сделал пас упал поднялся но тут вообще волочкой сейчас на свои выход один на один не сделал там пройди передачи на карева и тут не сокращение счета могло произойти а увеличение михалёв сатишвили 10 секунд до конца до конца периода михалёв перевод но тут пока она допрыгает пока да не общимся доедут в общем 31 у нас такой итог 40 минут этого матча второй период получился очень результативным ну даже если просто сравнивать его хотя бы с первым сразу три гола причем отличились и динамовцы вот уходит в раздевалку маквея ладуть еще раз он забил как раз у динамо восьмая его шайба в сезоне мы вновь ждем артем колесника на этот раз будет общаться с хозяевами ну интересно да какие варианты так конечно с кем угодно много сейчас мы узнаем и гнат знали что у соперника восемь побед к ряду плюс был недельный перерыв между играми у амурских тигров как удалось подойти к этому матчу но видимо подошли в оптимальной форме вот работали вот тренировались были пару выходных после сахалина вот так ну хорошо поработали пару дней потом уже наигрывали тактику два раза удалось реализовать пять на три опять же это плоды тренировок потому что много времени уделяли большинству ну да мы вчера тренировали сегодня утром катали большинство вот у нас неплохо получается взаимодействовать пятерки ну и просто нашли свою игру опять же много стыков сегодня такой за счет удалений концовку второго периода динамо все-таки забрало но наверно мы немножко чуть-чуть позбавили может быть после трех голов сейчас она будет сделать выводы вот и не отдавать игру в принципе ну вязкая игра самом деле но такую игру скажем не так приятно играть когда большой счет и мало всего приемов опять же матчи с прямыми конкурентами за попадание в плей-ин сегодня очень много болельщиков у тебя знающий отец пришел на игру на семья всегда ходит поддерживать меня постоянно вот младший брат дома смотрит по телевизору бабушка в минске как раз таки тоже смотрит игру вот все болеют за нас хорошего третьего периода слова артем батараку спасибо огромное но кстати как интересно да вот и гнат сказал что у него как бабушка и она минске смотрит а вообще самый гнат родился в замечательном городе который находится на дальнем востоке город ванина у меня друг оттуда есть один и это не игнат вот но он просто перебрался в маску спасибо огромное артем колеснику и гнат коротких и дальше мы смотрим затем как и гнат набирает второе очко в этом матче он здесь сделал передачу на матвея кабанова все столб а ноль на самом старте периода второго далее далее что ну вот там потом где-то игра так немножко выровнялась и так 5 на 5 поиграли достаточно продолжительное время хотя после шайбы кабанов удалился рыжков потом что случилось потом динамовцы остались опять втроем и игнат короткий забивает свою вторую опять же передачи кабанова здесь у максим буров тот пас сделал ногу кабанова 1 плюс 2 у коротких 2 плюс 1 могли амурские забить и вот здесь лучик вытащил включился в атаку рачка узко дальше потом было обоюдное удаление умникова и михалева но четыре на четыре не забили а вот за три спины до конца матрия ладудька делает счет 3 1 шедловский и севко помогли ему забить но особенно шедловский конечно вот этой вот этим кругом вокруг ворот и дальше передачи на пятак 3 1 ждем старт 3 этого и и и и и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА